Ну, некоторые люди просят пояснение по поводу высшего Манаса и низшего Манаса, мне казалось, что это все понятно логически, но про низший Манас я сказал, что это мотивация ума, скажем так, но ум вырабатывает, когда эго у человека, там, честолюбие, эго, и вот все вот эти подколы, всякие вот принижения другого человека, ум вырабатывает это низший Манас, но это связано с уровнем развития человека, но вообще низший Манас, он связан с эго и честолюбием человека, то есть в силу своего развития такого еще, как бы несовершенного, только такого, когда много эго и честолюбия, вот, человек и, соответственно, уровень ума у него такой же, вот. То же самое высший Манас, то есть человек к доброжелательности тянется, соответственно, он старается в любой ситуации гармонию поддерживать, то есть если оскорбление, там, унижение, подколы, подколы в плохом смысле, вот, это же как разделение, то есть это против гармонии, то есть подкол по-духовному, это негативное проявление, а человек, который хочет дипломатично скармонировать ситуацию, это уже духовный Манас, но чтобы гармонично с дипломатией вести, тоже нужно думать, это же тоже ум, вот. Это уже более высший Манас, дипломатия, миролюбие, через доброжелательность, как бы это все идет. Также можно вырабатывать высший Манас, какие вещи, это вот сорадоваться за другого человека, поощрять, хвалить, как бы благодарить, скажем так, искренне благодарить, благодарность Богу и такое прочее. Это высший Манас, скажем так, ну, скажем так, благодарить Бога, это все-таки даже уже, все-таки духовное понимание, осознание, да, но имеется в виду, там, поддерживать другого человека, поощрять на какие-то вдохновляющие вещи, то есть это высший Манас, скажем так. Или, скажем еще, что человек, который вырабатывает высший Манас, он другого подталкивает на более высшую ступень, скажем так. То есть один человек думает, как бы потопить другого с низшим Манасом, да, то есть как бы унизить, как бы в грязь впихнуть, поддеть, это низший Манас, а другой думает, как бы, как бы нивелировать ум, у него работает, как бы дипломатию проявить, миролюбие, то есть он пытается сгладить ситуацию, это высший Манас, скажем так. Так, если человек будет продуктивно наблюдать себя и вырабатывать в себе высший Манас, и наблюдать за низшим Манасом, он, как бы, выбирая какой-то, соответственно, осознанно выбирая, как правило, низший Манас осознанно не выбирает, это уровень развития человека, его не выбирают. Как бы человек просто подвержен этому, исходя из своего уровня, но если он начал там духовно заниматься, соответственно, он понимает, что это, что есть что, и он уже делает выбор в пользу развития высшего Манаса. И тогда он контролирует, скажем, проявление низшего Манаса и вырабатывает, как бы, на основе того, что сдержанность определенную проявляет терпимость, скажем так. Таким образом вырабатывается Манас, сначала он притормаживает свое, как бы, в осознанности, ну это уже глубоко, но в осознанности наблюдений притормаживает свое развитие, и потом можно сменить свою траекторию, как бы, на высший Манас. Субтитры создавал DimaTorzok